Чудеса Согласитесь, друзья мои, что день рождения – это очень личный праздник. Но есть день рождения, когда он объединяет всех – и стар, и млад. Это Рождество Пресвятой Богородицы, которое мы с вами будем отмечать 21 сентября. Отец Максим, будьте добры! Рождество Пресвятой Богородицы – это день, который объединяет всех – и маленьких, и больших, и старых, и молодых, потому что именно в этот день родилась Святая Дева, которая, в принципе, и стала для нас утешительницей, заступницей и милостивой помощницей. Рождество Пресвятой Богородицы – это один из важных и великих праздников Святой Православной Церкви. Потому что с рождением Пресвятой Богородицы, нашей Владычицы, пришло в мир не только спасение, но и радость. Как в тропоре Рождества Пресвятой Богородицы мы слышим такие слова, что «радуйся, владатная Богородица Дева, из себя воссия солнце правды, Христос Бог наш». И это Рождество принесло радость всей Вселенной, потому что вся Вселенная возрадовалась, потому что из Тебя воссияло это солнце, солнце правды, наш Господь и Христос. Конечно же, хочется отметить, в первую очередь, что мы празднуем Рождество. Это особое такое слово. Мы знаем Рождество Христово, знаем Рождество Престой Богородицы, знаем Рождество Иоанна Крестителя, Претечи Господнего. Это говорит само слово о том, что о важности этих Личностей. Конечно же, Христос – это Господь, рождение Божьей Матери – это та, которая родила Господа, и Претеча – это Претеча Господень, то есть это те важные Личности, которых празднуем мы только три раза в году Рождество. Не говорим мы день рождения, не говорим там рождение, именно Рождество – это важное слово. И в первую очередь хочется сказать о родителе Пресвятой Богородицы. Вспоминаем Ветхий Завет, когда каждая иудейская семья ожидала пришествия Мир Спасителя, Мессии. И, конечно же, те семьи, которые возлагали упование на Бога, молились истинному Богу, ожидали, что в их семье родится Мессия. И когда семья живет без детей, не имеет детей, это же, конечно, считалось большим наказанием Бога за какие-то тяжкие грехи, либо проклятием Бога. Так вот жили святые праведные Богоотцы Иаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы. Жили они уже в супружестве более 50 лет и не имели ребенка. Конечно же, эта проблема их тяготила, но они всегда молились Господу, просили, чтобы Господь послал им это утешение. И, конечно же, они желали, если Господь пошлет им ребенка, они поддадут его на посвящение Богу, то есть на служение самому Богу, в дар Богу за то, что Господь им это совершит по их просьбе. Конечно же, каждая семья, которая имела ребенка, оскорбляла, смущала этих святых людей, потому что напоминала им о том, что у них нет ребенка. Значит, это что-то означает какое-то наказание от Бога. Но они не унывали, они все-таки были в надежде на Господа, что Господь пошлет им по их сердцу, по их просьбе. И, конечно же, сам Иаким был из рода царя Давида. Это еще более усугубляло ситуацию, потому что как раз из этого рода должен произойти Мессия-Спаситель. Ну и вот происходит то чудо, которое Господь являет, и милость, которое Господь являет над этой семьей святых, благочестивых людей. Рождается у них ребенок, которую они также по вразумлению ангела называют Мария, что означает «госпожа» или «надежда». Надежда их сбывается, и Господь им посылает эту дочь, которую они отдают на служение в храм, в дар Богу. Пресвятая Богородица воспитывалась в том месте, которое называется Святая Святых, где она пребывала в труде и в молитве, и, конечно же, подготавливала себя к великому служению, стать той, которая вместила в себя самого Бога, стала вместилищем невместимого, как в ее воспевает церковное песнопение. И, конечно же, она становится не только носителем этого божества, но и предстательницей за весь род христианский. Поэтому мы прославляем Божью Матерь в ее Рождестве, мы радуемся этому великому празднику, празднику, который является для нашей Николайской Пархии особенным праздником, потому что это праздник нашего Кафедрального Собора. Надеемся всегда на молитвы Божьей Матери, которая пришла в мир и через свое рождение даровала нам нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Рождество Пресвятой Богородицы было предсказано задолго, задолго, за много веков, наверное, до самого события Рождества Пресвятой Богородицы. То есть Господь готовил людей к тому, что придет в мир Дева. И все так, если посмотреть глазами простого человека, все как-то очень долго. Почему так все сложно? Почему человека нужно так долго готовить и, в принципе, к такому событию никогда и не подготовить как следует? Да, само Рождество Спасителя, оно было и Рождество Божьей Матери, это все события были задолго еще предсказаны и пророками, и люди ждали этого события. Но вот пришел тот момент именно тогда, когда люди были готовы принять эту святыню. Посмотрим на жизнь Акима и Анны, этих великих святых людей, которые родили нам Престую Богородицу. Их жизнь была святой, их жизнь была наполнена смирением, труда, послушанием друг другу, любви. И, конечно же, самый главный момент, что люди тогда хотели, чтобы в их семье был ребенок. Если, допустим, сравнить сегодняшнее время, послушаешь, как люди говорят, мы не готовы к рождению ребенка, мы хотим еще сами пожить, пожить для себя, нам это пока еще не нужно. То есть вот какая разница. Жизнь людей, которые живут упованием на Бога, надеждой на то, что в их роду появится тот, который спасет людей от их грехов. И либо отказ от любого ребенка, жизнь для себя, жизнь для своей утехи. Разница. Конечно же, были разные люди, разные семьи. Но вот Господь избрал именно тех, которые действительно были по его промыслу, по значению, вот они были готовы к этому. Вот так вот Господь избирает тех людей, которые именно должны нести это служение. То же самое и Спаситель родился от той чистой Девы, которая действительно была достойной вместить это Божество в свое чрево. То есть нашего Господа и Бога, и Спасителя, и Творца. Рождество Пресвятой Богородицы, так как и Рождество Иисуса Христа, так же, как и Рождество Иоанна Претечи, это великие тайны, которые, в принципе, умом понять невозможно, отец Максим. Но, наверное, и зачатие человека, человеческой жизни, это тоже великая тайна. Рождение ребенка, это, в первую очередь, это действительно тайна, потому что совершается все, в первую очередь, в супружестве, в законном супружестве. Все это совершается с желанием, все это совершается тогда, когда человек действительно хочет жить для Господа и ради Господа. И понимает, что если Господь посылает ребенка, значит, это дар Божий, который он должен принять и который он должен, как бы, взрастить, чтобы действительно это был дар Божий, чтобы все силы потратить на воспитание ребенка, чтобы своим примером показать своему ребенку, как нужно жить благочестиво. Вот это все впитали родители Пресвятой Богородицы. Все это они сделали своим примером, свою жизнью. Действительно, они показали, что это тайна, они к этому готовились, стремились. 50 лет прожить без детей в супружестве, это огромная лета. 50 лет, сейчас 10-20 лет прожить для нас это очень много. Поэтому вот действительно тайна, тайна рождения каждого человека, потому что человек приходит в мир не просто так, а Господь дает жизнь человеку для того, чтобы эта жизнь, этот человек в своей жизни воплотил служение Богу, служение ближним, чтобы действительно через это служение и эту жизнь временную человек спас свою душу и стремился всегда в своей жизни к спасению, к вечности, к тому, к чему он призван. Пресвятая Богородица родилась для того, чтобы родить Спасителя мира. Она пришла в этот мир на подвиг. Отец Максим, будьте добры. Прийти на подвиг. Что такое подвиг в христианском понимании? Тот подвиг, который несла Пресвятая Богородица, сегодня он кажется невозможным человеку. Но невозможное человеку возможно Богу. Пресвятая Богородица стала не только матерью самого Бога и Творца, Спасителем мира, но и она стала заступницей и предстательницей за весь род христианский. Пресвятая Богородица действительно в своей жизни явила подвиг, потому что посмотреть на жизнь Пресвятой Богородицы, как она трудилась духовно, как она, во-первых, воспитывалась, и во-вторых, когда она уже воспитывала своего отрока, младенца и отрока Иисуса, сколько было разных ситуаций, когда и оскорблялось сердце матери, а особенно важный момент, когда сама матерь видит распятие своего собственного сына. Естественно, что сердце человеческое не выдерживает таких мучений, и действительно это получается подвиг. Поэтому вспомним крест и распятие, когда Христос вручает нас к заступлению своей Матери через Иоанна Богослова-ученика. И, конечно же, мы к ней всегда обращаемся как к собственной Матери, потому что она является заступницей и помощницей в нашем деле спасения. И мы всегда можем просить Богородицу, Пресвятая Богородица, спаси нас, Пресвятая Богородица, помогай. Да, это та краткая молитва к Божьей Матери, которая самая действенная и спасительная. Поэтому пускай Господь спасает нас молитвами Пресвятой Пречистой Матери. Пресвятая Богородица, помогай нам.